Внимание! Парш! Большой лыжный праздник открывают самые юные участники. На старте дети от 3 до 7 лет. Многие на лыжах еще стоят неуверенно, но стремления к победе им не занимать. Отстающих подбадривают родители. Иди не встан, скорее старайся! Принять участие в Лыжне России собрались тысячи человек со всего города. В программе дистанции на 5 и 10 километров. Основной же массовый забег в этом году посвящен Чемпионату мира по футболу 2018 года. По рекомендации ФИФА и Оргкомитета России 2018, города-организаторы Чемпионата мира должны определить послов. Первым представителем от Самары избран известный музыкант Сергей Войтенко. Основная задача на должности посла – представлять город на российском и международном уровне. Это важное событие для региона и для футбола в первую очередь. Футбол, лыжня – это спорт, это продвижение всего здорового образа жизни. Сергей Иванович, знаем очень давно, он известен не только в Самарской области и в Российской Федерации, но и за пределами нашей страны, как человек очень творческий, человек очень инициативный, энергичный. И он в полной мере олицетворяет дух самарского народа, нашу культуру и наше устремление. Была прекрасная возможность, если честно, в Олимпиаде поучаствовать, также нести этот факел. И тогда я сказал, ой, ребята, у меня концерты. Сейчас я даже не раздумываю, сказал, никаких концертов, я все отменяю, я буду в этом участвовать. Лыжня России проводится по всей стране больше 30 лет. На этот раз спортивный праздник отметили лыжники в 72 регионах страны. В Самарской области на старт вышли порядка 15 тысяч участников. Для многих это не просто соревнование, а хорошая возможность активно провести выходной с пользой для здоровья. Когда на лыж бежишь, ты получаешь как два в одном, и ноги бегут, и руки работают. Это, во-первых. Во-вторых, природа, зимний свежий воздух, еще плюс настроение дает. Победители на каждой дистанции получили памятные подарки. У всех остальных есть целый год, чтобы улучшить свои показатели и попробовать еще раз в следующем году. Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова